Всем привет, с вами InformTV. Сейчас Елена Ксенофонтова наверстывает упущенное как профессионал и как женщина. Актриса говорит, что в разбирательствах с бывшим мужем потеряла несколько лет жизни, но есть ради кого жить и бороться. По определению армена Джигарханяна, Ксенофонтова – штучный товар, и она понимает, что мэтр имел в виду. Елена родилась в Казахстане в семье горняков. Но когда девочке нужно было идти в школу, родители переехали в подмосковный Серпухов. Елена ходила в художественную и музыкальную школу, а также увлекалась спортом. При этом о карьере спортсменки девочка никогда не задумывалась. Она мечтала помогать людям и стать врачом. Но после нескольких побед на конкурсах чтецов Ксенофонтова решила попасть на большую сцену. Мать не разделяла идеи дочери, считая, что та должна получить серьезную профессию. В 90-м году после окончания школы у Елены нашли серьезную болезнь. При этом точный диагноз не установили, подозревали рак мозга. Месяцами девушка лежала в больнице. Врачи рекомендовали отказаться от идеи стать актрисой. Елена не выдержала бы серьезных нагрузок. Четыре года будущая артистка боролась за жизнь и здоровье, не переставая мечтать о сцене. Но в 94-м году она все-таки подает документы во ВГИК на актерский курс, где началась творческая биография актрисы. Как позже Ксенофонтова рассказывала в интервью, она не то чтобы выздоровела, но научилась жить с головной болью и не обращать на нее внимания. Уже в институте ее пригласили в труппу Московского театра «Школа современной пьесы». А после окончания ВГИКа ее приглашают сразу в шесть театральных трупп. Столь многообещающей и талантливой казалась артистка. Она продолжает играть в школе современной пьесы, но в 2000-м покидает родной театр. Она перешла в коллектив Московского драмтеатра, который возглавляется Арменом Джекарханяном. С 2009 года Ксенофонтова стала появляться в антрепризных проектах, а затем и покинула театр, когда устала выносить происходящий в нем беспредел. Виталине Цымбалюк-Романовской вздумалась так перекроить роль, что Елена, выходя на сцену, сгорала от стыда. Есть в ее биографии и несколько фильмов. Это «Бабник 2», «Тайга. Курс выживания», «Небо и земля», «Детектив Карамболь» и различные мелодрамы и сериалы. Естественно, что при такой красоте Елены должны были быть и романы. Первый раз она вышла замуж на первом курсе института в 1994 году за Игоря Липатова. В этом браке актриса прожила несколько лет, после чего они расстались. В 2002 году на съемках картины «Тайга» актриса знакомится со вторым мужем, продюсером Ильей Неретиным. Через год влюбленные сыграли свадьбу и в том же году у них родился сын Тимофей. К сожалению, и этот брак актрисы окончился разводом, о причинах которого женщина предпочитает умалчивать. Роман с неким Александром Елена старалась скрывать до последнего. Журналисты выяснили, что избранник актрисы работает юристом в компании «ЮКОС», а полное имя мужчины – Александр Рыжих. Влюбленные жили в гражданском браке. Первого общего ребенка Ксенофонтова потеряла на позднем сроке. А в 2011 родилась дочь София, о которой так мечтала артистка. И уже через месяц после родов Ксенофонтова вернулась к выступлениям на сцене театра. В декабре 2016 года Рыжих подал на актрису в суд за побои. На артистку было заведено уголовное дело, и Елена собирала доказательства своей невиновности. Актриса утверждала, что муж был не в себе. Начал ее избивать и пытался задушить, а она оцарапала нападавшего длинными ногтями, когда в панике отбивалась. На стороне женщины оказались показания свидетелей, зафиксированные медиками побои, рапорт участкового. Но суд проигнорировал эти аргументы и вынес обвинительный приговор. Александр обвинил Елену в неадекватности и агрессии. По словам мужчины, он не нападал на жену. Это Елена из-за вспыльчивого характера в пылу ссор поднимала руку на мужа, била при детях и довела до сотрясения мозга. В начале 2017 года Елена рассказала, что семейная идиллия – это ширма для прессы. Актриса, никогда не желавшая выносить тайны личной жизни на публику, разрыдалась в прямом эфире. Она полагает, что законопроект о домашнем насилии не поможет. Елена говорила, опираясь на собственный опыт, что женщина не смогла написать заявление на мужа из-за панического страха. Ксенофонтова рассказала подробности скандала также в студии у Андрея Малахова. Актриса уверена, что физические и юридические разборки Рыжих затеял из-за квартиры. Малопригодное, с долгами за коммунальные услуги жилье и два места на автостоянке, супруг подарил, когда добивался руки Елены. Свою квартиру она продала, чтобы отремонтировать эту. А по закону, если одариваемый угрожает жизни и здоровью дарителя, дарственная отзывается. Впервые после этого Елена ушла из дома. Рыжих вернулся с работы и обнаружил, что на дверях стоят новые замки. Актриса продала квартиру и сбежала вместе с дочерью. Мужчина не виделся с Соней три месяца, хотя и пытался встретиться с девочкой в садике или музыкальной школе. Встречи отца и дочери возобновились в 2017-м. Александр регулярно виделся с ребенком и, тем не менее, подал гражданский иск, чтобы урегулировать встречи. Елена подала встречный, но вовсе не для того, чтобы запретить Рыжих общаться с Софией. Актриса хотела, чтобы супруг приезжал не когда вздумается, а в строго оговоренный день и не мешал ее планам. В феврале 2017 года мужчина обвинил Ксенофонтову в подготовке убийства. Причиной стали эмоциональные высказывания актрисы на ток-шоу. Елена Меньшова и Ирина Климова поддержали артистку и посоветовали Елене аккуратно общаться с прессой, чтобы не давать экс-супругу больше аргументов по делу. Ксенофонтова делилась подробностями конфликта в Инстаграме. Поклонники поддерживали ее и собирали подписи за справедливое разбирательство. В 2017 суд удовлетворил все-таки апелляцию Елены и актрису полностью оправдали. А вот имущественный спорт тянулся еще год и ей пришлось бы тяжело, если бы не помощь друзей и коллег. В суде, по словам артистки, срабатывает корпоративная этика. Недаром Александр Адвокат. Рыжих требовал у Ксенофонтовой одно машиноместо и выплату 60 миллионов рублей компенсации за проданную квартиру. В итоге, в апреле 2018 года иск удовлетворил, но только первую часть. За эти два года Ксенофонтова пытается восстанавливаться и реализовать себя в карьере. В 2018 году актерский ансамбль отеля «Элеон» перекочевал в «Грант» – продолжение комедийного сериала. Она снимается в сериалах и ситкомах, а на сцене активного театра артистка часто играет главные роли. Что ж, желаем ей здоровья и сил преодолеть все эти трудности. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк и подписывайтесь. Удачи!